Стали известны новые подробности расследования по нашумевшей программе Артспорт. Оказалось, что поставщикам выдавали ваучеры по несуществующим ИИНам. За счет так называемых ваучеров юные спортсмены получали бесплатный допуск к секциям. Как выяснилось позднее, за эти эффективные места из госбюджета ежегодно выделялись многомиллиардные суммы. Какие еще нарушения выявила ревизионная комиссия и прокуратура. О будущем программы с недешевыми нарушениями один из Моголова. Программа с неэффективной системой контроля финансирования. Так прозвали прокуроры проект Артспорт на собрании с родителями. Несмотря на то, что предназначен он для детей от 4 до 17 лет, на бесплатной секции допускали совсем юных спортсменов. Еще 18 тысяч с лишним мест числятся за воспитанниками других регионов и тех, кто и вовсе давно покинул страну. На данный момент, по имеющейся информации, за счет бюджетных средств производилась оплата за фиктивные услуги и незарегистрированных в городе Алматы детей на сумму более 2,5 миллиардов. По итогам аудита к недобросовестным поставщикам будут приняты меры финансового контроля, предусмотренные законодательством. Соответствующие материалы будут переданы правоохранительным органам. В ходе проверок пробелы высветились и в трудоустройстве кадров. Выяснилось, что в проекте были задействованы ранее судимые тренеры. А такая практика в работе с несовершеннолетними детьми крайне недопустима, говорят ревизоры. Это ставит под угрозу не только репутацию проекта, но и безопасность самих воспитанников. Есть основания для возбуждения шести уголовных дел. Одно уголовное дело уже возбуждено. Имеет место нарушение трудовых прав, как в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчления. По данным цифровой платформы «Артспорта», в проекте числятся более 80 тысяч детей. Из них 35,5 тысяч воспитанников занимаются спортом. Остальная же часть ходит на творческие кружки. На оказание всех услуг уже выделено почти 12 миллиардов тенге. А учитывая, что треть места в этой программе оказалось фиктивной, ущерб в 2,5 миллиарда тенге предстоит возместить местным властям. Хочу сразу сообщить, бюджетная комиссия Акимата, города Алматы, эту сумму одобрила. Уже заявка ушла в Маслихак. Заседание Маслихак состоится 30-го. Это буквально через пару дней. И мы надеемся, что депутаты поддержат это. Поэтому вопрос по задолженности Акимата на сегодняшний день снят. То есть как только в пятницу на заседании Маслихак одобрит, мы постараемся, чтобы дальнейшие процедуры очень быстро прошли. И мы рассчитаемся со всеми представщиками. По словам Замакима, программа продолжит свою работу. Постепенно наладят и поток финансирования, но уже под тщательно проверенным источником. А чтобы в дальнейшем не допустить серьезных нарушений, комиссия намерена регулярно проводить на платформе технический аудит. Проще говоря, анализировать спрос на секции, планы доходов и расходов на госзаказы. И, конечно же, проверять на законность расписки, выдаваемые детям. Один из Могулова, Жақсылық Телеп Берген, Сағынға Лимун Айтпасов, Телеканал Алматы.